Чудеса 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 Благодарю Господи за то, что я не такой, как все люди, грешницы, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот метарь. Я пощусь два крата в неделю, я десятину даю. Рядом стоял метарь, который не смел даже и взглянуть на небо, а поникший головой вниз, бил себя в грудь и говорил, Боже, милостью буди мне грешнику. И вот Господь говорит, что этот метарь вышел более оправдан домой, чем этот фарисей. Почему оно так случилось? Потому что метарь, он каялся в своих прегрешениях. Он понимал то, что все его дела это сплошной грех, что он грешный и каялся в этом. Фарисей же в его молитве, которую мы с вами слышим, мы видим, что она преисполнена гордостью, гордыней. Он исполнял пост заповедей Божией и подавал милостынь, но гордость его все это затмевала. Он считал себя лучше других людей, он считал, что он праведник и думал, что он имеет право судить других. И это видно с словом, благодарю тебе Господи, что я не такой, как все люди грешницы. Он взялся уже судить людей, как Творец, как Бог, забывая то, что он стоит на молитве перед Богом и обращается к Нему, и начинает перед Ним уже судить других людей. Но он не замечал душевных грехов, то, что у него есть осуждение, он сосуждает, то, что он горделив. И это все затмевало те его дела, как это пост, это подаяние милостынь. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. И это мы с вами видим в этой притче. То, что Метар вышел более оправдан, нежели фарисей, потому что он смирялся, потому что он осознавал свою греховность, потому что он каялся о своих грехах. Он понимал, что больше нету ничего, нету больше для него спасения, кроме Бога. Он понимал то, что он не имеет ничего доброго, и он приходил к Богу с покаянием, просил помощи. Больше не было надежды и бывали ни на кого. И он понимал, что и сам он не может исправиться с этими грехами, своими делами плохими. И каялся, просто каялся перед Богом. Отец Василий, будьте добры. Как вы сказали, как говорит Святое Писание, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Но в мире немножечко всё по-другому. И как часто мы слышим даже советы психологов, что собственное достоинство, оно превыше всего. И что человек должен, если ты будешь сам себя уважать, то тебя будут уважать и другие. А смирение, оно получается как самоуничижение. Вот где найти эту золотую середину, чтобы и в мире достойно жить, но чтобы и заповеди Божии соблюдать? Мы должны творить дела добрые, не показывая людям, не рассказывая людям об этом. Человек, который смиряет себя, который имеет этот добродетель смирения, он сам по себе сильный человек. И в этом мире не нуждается в том, чтобы его считали сильным, в том, чтобы считали его крепким. А он сам по себе имеет эту силу во своем смирении. Нужно себя уважать, но уважение для своего себя – это забота о себе, забота, в первую очередь, о своем спасении. Потому что человек – это не только тело, которое мы с вами видим, но это душа, душа, которая вечная, и это дар человека. И о душе именно мы должны с вами заботиться. Потому что вот мы видим на притче, фарисей, он делал добрые дела, и милость его был, и Гос творил. Но, гордясь, показывая всем это на показ, он не имеет никакой награды. Он пошел неоправданно перед Богом. Мытарь уже, который был грешником, но он показывал свое смирение, и Господь дарует награду. То, что в мире считается, что нужно показывать себя как личность, то, что нужно постоять за себя, все это из-за греховности. Люди начинают прикрывать свои немощи душевные какими-то мирскими, можно так сказать, законами. Но мы, как православные христиане, как чадо православной церкви, должны заботиться о том, чтобы это смирение у нас было. Оно украшает человека, и человек становится кротким, человек становится тихим. И люди, которые общаются с этим человеком, они и получают, и видят, и замечают эту скромность, это смирение. И они на самом деле не думают о том, что он слаб, а на самом деле видят то достоинство и ту силу, которая есть в человеке. Отец Василий, вот эта притча «Мытарь и фарисей». Мы видим, что фарисей, который два раза в неделю постился, десятину отдавал на церковь, творил добрые дела, то есть вел благочестивый образ жизни, но возносился. Мытарь, который вел неблагочестивый образ жизни, но смирился, то Господь принял его жертву только потому, что он сказал «Боже милостив мне грешному». Но получается, что очень часто люди ведут неправедный образ жизни, а потом думают, что ну ничего, будет время, есть же такая притча «Мытарь и фарисей», будет у меня время, пойду в церковь и раскаюсь. А люди, которые ведут праведный образ жизни, они думают, да у меня все хорошо, я вон какой хороший, и в церковь вхожу, и молитвы читаю, что мне еще, а счастья почему-то все равно нет. Не стыковки. Будет время, как многие говорят, но не знают, сколько того будет времени. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Сын Человеческий придет, когда Господь придет судить всех. Мы с вами не знаем ни дня, ни часа, когда придет конец нашей жизни здесь земной, которую мы с вами видим. И это должно заставлять нас идти на покаяние. Те люди, которые думают, что они вот согрешают, потом придут покаяться, заблуждаются. Потому что очень тяжело вот обреть для себя вот это чувство покаяния, которое вот мы с вами видели в «Мытаря». Кто дает гарантию то, что согрешая, человек вообще придет в храм на покаяние? Нету никакой гарантии. Человек, который согрешает, он затмевает свою совесть и может вообще не прийти на покаяние. Мы с вами, как я уже говорил, и не знаем, мы успеем ли прийти на покаяние. И такое мнение, вот это заблуждение. Мы должны всегда быть готовы на встречу к Христу. Те люди, которые же вот исполняют заповеди Божии, соблюдают пост, но и считают себя то, что они правильные, также заблуждаются. И здесь есть также опасность, что они выйдут, станут перед лицом Божиим вот в осуждении, как фарисей. То, что Господь не примет их, потому что, как я говорил, что должны делать добрые дела и понимать, что те все дела, не гордиться ими. Мы должны понимать то, что те дела, это не Божие. Мы Божие дети и дела, которые мы с вами делаем. Мы должны, ведь не я сделал, а Господь все делал. Господь все делал эти дела. И те люди должны исполнять, конечно, позы, должны молиться, но должны следить за тем, чтобы не появилась гордость. Гордость, которая и расслевает все добрые дела. Гордость – это мать всех грехов. Потому что через гордость и человек согрешает. Через гордость и Деница воспротивилась к Богу, хотел быть равным к Богу. И пошло дальше. Род человеческий также из-за своей гордости согрешает. Господь в Евангелии говорил, что берегитесь закваски фарисейские. То есть учение фарисейского, вот это гордость. Потому что они исполняли закон Божий, да, внешне не исполняли. И вот это исполнение привлекло, потому что они начали гордиться. Они начали думать, что вот они правильные, видят то, что они исполняют, а другой человек не исполняет. И считали себя праведниками. За что и Господь говорит, чтобы люди береглись этой фарисейской закваски. И мы с вами также должны беречься ее. Не должны гордиться. Мы с вами не имеем права осуждать других людей. Потому что, как показано в этой притче, что фарисей молился и осуждал мытаря, который рядом с ним также стоял. Хотя он и не знал его, и не знал, что делает, как он молится, что он молится. А мы с вами видим, Господь открывает, что человек стоит на коленях и просит Бога прощения с чистым сердцем, своими помыслами, с сокрушением сердца. И также мы с вами не имеем права судить других, не имеем права говорить, что мы лучше, а кто-то хуже. Потому что все мы грешные, всех у нас есть грех, и все мы грешники перед Богом. Только есть люди, которые осознают это. Есть люди, которые борются своими страстями, своими грехами. И люди, которые стараются исправиться. А есть люди, которые себе придумывают различные оправдания, для того, чтобы затмить свою греховность, для того, чтобы не показывать на людях то, что они грешны, то, что у них есть грех. И люди, которые стараются показать себя перед людьми. И вот в этом есть опасность. И мы должны всегда заботиться, чтобы этого не было. Пост должны исполнять, милостынь должны подавать, молиться мы с вами также должны. Но должны все это делать со смирением и с любовью к Богу и ближнему. Субтитры создавал DimaTorzok